Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя, Катя Румянко и я очень рада вас видеть сегодня здесь. Сегодня хочу с вами поделиться своими секретиками, советиками, любимчиками для ухода за волосами в эту именно зимнюю, холодную пару времени. Потому что это особый период, это период, когда наши волосы в полном шоке, в полном стрессе от домашнего центрального отопления, от сухого жаркого воздуха в доме, на улице морозного, влажного, холодного. В общем, этот вот перепад постоянно температур, плюс это шапки какие-то, которые постоянно электризуют. В общем, много-много-много всего. Несмотря на эти все погодные спецэффекты, я очень довольна качеством своих волос. И вы это тоже часто замечаете, спрашиваете, Катя, поделись, расскажи, покажи и так далее. Наконец-то сегодня я настроилась на это видео. И так, как вы видите, я ко всему отношусь ответственно, поэтому к каждому видео я примерно за неделю начинаю вот так набрасывать какие-то такие мысли, идеи, которые мне приходят в голову, с чем я хочу не забыть с вами поделиться. И по зимнему уходу за волосами это, вот я себе набросла здесь пару пунктиков, которым я стараюсь по возможности придерживаться. Конечно же, не всегда это удается, не всегда получается так, как хочется, но по возможности я все-таки стараюсь. Итак, первое, это не мыть голову очень часто. И, конечно же, я понимаю, что все мы девочки, все мы должны всегда быть чистыми, опрятными, аккуратными, ухоженными. Но есть случаи, когда вот у вас есть выбор, да, помыть, не помыть. Например, вы этот день проведете дома или этот вечер проведете дома. Можете просто там как-то завязать волосы, заколоть, там вас никто не видит, дай бог. Дай бог там муж где-то в командировке или любимый. И, например, вы можете уже завтра утром, скажем, да, помыть волосы уже перед там какими-то своими событиями. Но даже эти там, скажем, полдня, они оттянут мытье волос, и это только позитивно влияет на ваши волосы. Потому что волосы, они покрываются вот этой вот защитной пленкой, этим маслом защитным, это как природный кондиционер, который их, знаете, держит в защите, под защитой. И потом, как же, когда мы смываем это шампунями, они, во-первых, этот слой защиты удаляют, в общем, волосы остаются менее защищенные. Во-вторых, они дают сигнал вашей коже на голове, что волосы пересохли, луковицы пересохли, защитного слоя нету, надо срочно-срочно спасать ситуацию. И начинает как бы жир выделяться еще быстрее, жирное сало, начинают волосы пачкаться еще быстрее. В общем, мы таким временем, моя чаще, 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 мы способствуем тому, что они загрязняются все быстрее, быстрее, быстрее. В общем, чтобы тут длинные истории не рассказывать, если есть такая опция, я не за то, чтобы вы ходили с грязными волосами, там, когда-то на учебу, на работу, на встречи, боже упаси, или там, чтобы кто-то вас видел. Но если есть такая опция, если вы там сегодня вечером собираетесь просто смотреть кино и, не знаю, кушать клубнику у себя дома сама, то задумайтесь. Далее, когда все-таки пришел тот момент мыть, вымыть голову, да, помыть хорошо волосы, тщательно, стараемся, пожалуйста, не использовать горячую температуру в душу. Это очень важно, это очень важно и для нашей кожи на теле, и для нашего лица, для наших рук, для наших волос, в общем, для всего. Потому что зимой и так наша кожа, волосы, не пересушенные вот этим вот центральным отоплением, как я уже говорила, нам нужно их, наоборот, приводить в чувство, да, реабилитировать. А горячая вода в душе, она еще этот момент усугубляет. Поэтому я не за то, чтобы мерзнуть в душе, боже упаси, но такая тепленькая, комфортная, не горячая вода, это нормально, это вот так, старайтесь, и вы увидите, как это прямо скажется на сцене вашей кожи, она не будет сохнуть так быстро, ваши руки не будут такими сухими, ваши волосы не будут такими электризованными, сухими, как солома во все стороны. И следующий пунктик, это не выходить на улицу, не выходить из дома с влажными волосами. Я знаю, как это важно, но все, все мы когда-то все равно это делаем, потому что нет времени, нет, мы спешим, опаздываем, нет времени сушить. Вроде бы так быстро просушила феном, вроде бы окей, сойдет, выходишь и понимаешь, что у тебя волосы еще влажные, влажные корни, влажные концы, это очень опасно, потому что на морозе ваши волосы, так же, как и ваша кожа, если там влага, вода, она просто трескается. Вы знаете, как лед в бутылке, он по объему больше, чем вода, так же и лед, когда вода из ваших волос превращается в лед, она просто вот лопается, и все ваши вот чешуйки на волосах становятся вот таким дымом, и потом у вас на волосах просто, как говорится, капна солома. Поэтому, пожалуйста, досушите волосы или же вымойте заблаговременно так, чтобы они даже сами высохли до тех пор, да. Поменьше используйте, это уже следующий пунктик, но тоже здесь связано, поменьше использовать разных термоприборов, там, не знаю, утюжков, плоек и так далее. Максимум, что я зимой использую, стараюсь использовать, это фен, и то не на очень горячем режиме, а на таком тепленьком, или даже прохладном, или же оставляю максимально высохнуть волосам просто в комнатной температуре, просто самим, ну, для того, чтобы лишний раз их не подвергать, опять же, этому вот этой сушки горячее, холодное. Далее шапка. Правильно мама говорила. Вообще, зимой надо ходить в шапке, летом в кепке, в панамке, в шляпе. Волосы надо защищать. Волосы надо летом защищать от выгорания солнца, от солнечных лучей, зимой надо защищать от мороза, переохлаждения. Вот это, вот знаете, когда вот на улице минусовая температура, прям все, вот снег скрипит под ногами, вот это очень опасно для волос, опять же, потому что я вам говорила, что лед, когда вода из волос превращается в лед, она... Расчесывание. Расчесывание зимой должно быть максимально бережно, оно должно быть круглый год, а зимой тем более. В моем случае это или тенгл тизер, у меня они есть миллион разных форматов, и таких дорожных, и таких для дома, в общем, и на ручки разных-разных я их очень люблю. Или же это wet brush. Wet brush у меня тоже была эта щетка, я ее обожаю, я ее где-то потеряла, наверное, в отелях забыла. Я себе сейчас заказала еще две для меня и для сестры, я их просто обожаю. Поэтому всем рекомендую иметь или тенгл тизер, или wet brush для того, чтобы волосы расчесывать и в влажном виде, как это делаю я, и в сухом виде, в общем, в любом виде. Когда я расчесываю влажные волосы, после мытья я их начинаю расчесывать снизу, снизу, вот так постепенно, выше, 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 для того, чтобы избежать повреждения, травмирования волос. Потому что если вот здесь где-то что-то запутанное, если вы начинаете сверху вниз, то вы волосы просто будете рвать. Надо вот начинать волосы распутывать снизу и постепенно, постепенно, постепенно вверх. Далее переходим к моему непосредственно уходу за волосами, а именно продукты в мытье. Это, конечно же, марка Organ, которую я просто обожаю. Я не знаю, сколько вам уже больше года рассказываю об этой марке. Это марка, которая изменила мои волосы. Это, я не знаю, это марка, которая со мной весь год, везде. Единственное, летом для меня иногда эти продукты были тяжеловатыми, в плане того, что они полны масел. А не видите, вот после них волосы просто блестят так, как будто они напитаны маслами. Кроме лета, это у меня осень, зима, особенно зима. И весна это просто, это то, без чего мои волосы просто не могут обходиться. Наши Argan, это марка, которая очень-очень ответственно подошла к своим продуктам. Это продукты, сделанные в Италии. Это итальянская марка. 100% всего процесса сделано в Италии. Из высоченного качества ингредиентов. Здесь без, без, без. Вот этот список, без чего. Это самый длиннейший список, без разных химикатов и этих всех сульфатов, и парабенов, и так далее. И это линейка ухода за волосами на базе органового масла, которое 100% органическое органовое масло. Вообще, они очень ответственно подходят к своему сырью, к своей продукции, к своим ценностям. А не за то, чтобы бизнес и вообще мы все не загрязняли природу, максимально сохраняли то, что у нас есть в состоянии, в котором она есть. Поэтому они используют всю упаковку BioDegradable. Это упаковка, которая потом не остается где-то засорять природу. Это упаковка, которая потом перерабатывается. Вначале она изготавливается из уже переработанного сырья. В дальнейшем она подлежит переработке. В общем, они очень-очень ответственно подходят к своим продуктам. И эту продукцию в Италии, кроме Италии, у них, по-моему, в Италии есть один или несколько прям таких бутиков своих. Но, кроме этого, ее по всему миру можно найти только в люксовых салонах красоты. Ее можно купить в этих салонах у ваших мастеров, стилистов, специалистов, колористов, парикмахеров и так далее. В Украине есть куча-куча-куча салонов. Я потом поставлю линк внизу, с которыми наш орган сотрудничает. И где вы можете себе сделать укладку, вымыть голову при помощи этих продуктов, протестировать их на себе, на волосах. И потом, если заинтересует, тоже приобрести. Я их использую уже полтора года. И вот мои самые-самые любимчики из этой марки – это шампунь-кондиционер. Кстати, у них это очень простой концепт. Это одна линейка. Они сделали такой как бы люксовый профессиональный уход в домашних условиях. Доступен каждой девушке, девочке и женщине. И очень просто. Это один шампунь в их линейке, один кондиционер, который, они заявляют, что подходят всем. Они универсальны, они годятся всем типам волос, и блондинкам, и брюнеткам, и с жесткими волосами, и с тонкими, и с сухими, и с плотными, и с мягкими, пушистыми. В общем, всем-всем-всем. Не знаю, по мне, я могу сказать, что они мне идеально подходят. Я не знаю, как по-другим, но я знаю много-много моих подруг, которые тоже обожают эту марку. Поэтому, наверное, посоветую вам тоже протестировать. Может быть, вначале где-то в салоне, ну, потому что ты не должен покупать все эти бутыли, да. Тебе просто вымоют голову этими продуктами, взят укладку этими продуктами, и ты сразу же, посмотри в зеркало, потрогаешь свои волосы, и поймешь, как эти продукты влияют на твои волосы. Ты просто влюбишься в них. Итак, я каждый раз мою голову два раза тщательно шампунем. Один раз, потом выжидаю несколько минут, делаю массаж головы. Мне это очень нравится, такая очень расслабляющая процедура. Потом смываю, и то же самое повторяю второй раз. Я всегда, уже, не знаю, много лет, мою голову два раза. Это так же, как мне сказали стилисты, как и мытье лица. Да, первый раз он смывает только там пыль, загрязнение, косметику, а второй раз уже хорошенечко промывает кожу. Также из кожи головы первый раз он смывает там какие-то загрязнения, какие-то сухие шампуни, лаки для волос, пыль, так далее, пот, еще что-то. А второй хорошо тщательно уже вымывает кожу головы. Я и у тихолога была, смотрела на свое состояние кожи головы. Мне очень понравилось, очень. Но то, что меня испугало, то на самом деле, вот каждый волосок, каждая луковица, она растет из вот такой вот, как впадинки, да, как такой пор. И вот здесь, если не тщательно вымывать кожу головы, то здесь такие забиваются, как, ну, не знаю, жиром, себумом, выделениями, да, салом. И вот эта вот пробка, она мешает волосам правильно прорастать. Поэтому со временем, если плохо промывать кожу головы, волосы могут становиться все реже, реже, реже. Именно потому, что им просто сложно пробиться через эту пробку. И, кстати, многие химические ингредиенты на выходе за волосами, они способствуют накоплению этой пробки. Потому что это синтетика, которая, она не вымывается так легко. И далее, после этого я наношу кондиционер. Вот это моя любовь. Это, я не знаю, вот этот шампунь и кондиционер, они как-то вместе работают так, как будто это вот какая-то профессиональная маска на волосах. Вот такими мои волосы бывают только после салона, после хэрхауса, когда я делаю профессиональную маску Керостас, которая стоит кучу денег в салоне там у моего мастера. Вот такими у меня волосы потом несколько дней блестят. А тут они вот такие постоянно после только шампуня и кондиционера. Девочки, не маски, ничего, это просто кондиционера. Они вместе работают так магически, я не знаю как. Но реально, вот у меня есть маска из-за клинейки. Маску я использую крайне редко. Я не знаю почему. Просто потому, что вот используя шампунь и кондиционер, у тебя волосы всегда вот в таком состоянии, как после крутой-крутой маски. И больше этого как бы, ну, тебе и не нужно. Маска называется Deep Infusion Restorative Hydrating Mask, восстанавливающая и увлажняющая маска. Маска тоже классная, но вот если бы я вам сказала, с чего начать свои покупки, то это вот эти два продукта и еще третий, который я вам скажу. Потому что используя их, я просто не нуждаюсь в маске. Я не знаю. Я ее использую там может раз в месяц, но честно сказать, как бы у меня нет надобности. Настолько крутые вот эти шампунь и кондиционер. И третий продукт, который просто умоляю вас, умоляю, можете даже начать с этого. Я начала свою знакомство с нашей Арган, вот с этого продукта. В один очередной раз меня укладывала моя стилист в Кишиневе, и она мне использовала этот продукт на волосах. И я потом просто не узнавала свои волосы, все там два или три дня сколько ходила с этой укладкой. Я спросила ее, что это. Она мне показала, рекомендовала. И я у нее же купила в салоне вот этот вот продукт. Это Instant Hydrating Styling Mask. Мгновенная маска, увлажняющая для стайлинга. Это просто какая-то бомба. Это такое по текстуре жиденькое молочко. Это не крем вязкий, не масло для волос с маслами. Для волос у меня была отдельная история, как бы вам расскажу в другой раз. Но я сейчас перешла на вот такие вот облегченные уходы, которые по текстуре облегченные, а по эффекту намного круче масел. Это бомба. Я вам вот советую, если можете, купите себе только один продукт, это вот этот. А потом в догонку купите себе шампунь и кондиционер. И вам больше в этом мире для волос ничего не нужно будет. Как вы видите, у меня уже два бутылька. Я еще два у меня в пустых баночках. Я его обожаю. Это со мной летает постоянно. Как вы видите, у меня уже я вот в этот пустой доливаю немножко из полного. И когда я куда-то улетаю, путешествую, я лечу вот с ним обязательно. Просто, чтобы не брать с собой вот целую такую бадюль, я наливаю немножко на дно. Было бы удобно, кстати, если может быть я проверюсь, у них есть какой-то маленький формат. Это было бы очень удобно. Это такой спрей, который я наношу на влажные волосы обычно после мытья. Могу это носить на уже практически сухие, могу на реально мокрые, могу на вообще сухие. На второй день после укладки, на третий день после укладки. Если я хочу немножко восстановить, оживить, немножко увлажнить свои волосы, напитать. В общем, их немножко привести в чувство уже 2-3 дня свежести. В общем, это продукт, который я использую постоянно. И я обожаю свои волосы, они обожают меня за это. Еще хит продаж нашей Арган это масло. Именно органовое масло для волос. Так как вы понимаете, это основной ингредиент всей этой линейки, то у них не может не быть органового масла для волос. Вот оно в такой маленькой баночке, оно есть в большом бутыле. Аромат просто с ума сводит этой всей линейки. Девчонки, аромат настолько крутой, что многие фаны нашей Арган умоляли компанию запустить именно аромат парфюм. Вот с этим ароматом. И наши Арган прислушались к своим пользователям, клиентам. И так и сделали. Они запустили этот парфюм. Он у меня есть в пробничках. Он божественный. Это вот аромат такого, я не знаю, шикарного дома, или спа-салона, или вот люксовой какой-то вилы на берегу моря. Я не знаю, это аромат дорогого ухода. Но именно ни парфюма, ни цитрусов, ни клубнички, ничего такого. А именно вот дорогого-дорогого ухода. Или аромат, как вы все представляете, что пахнет в дорогих домах, в дорогих салонах, там красоты. Вот это тот аромат. Я от него просто с ума схожу. И, кстати, я пользуюсь этим маслом. Я им пользуюсь, но не так часто, как вы уже заметили. Потому что я предпочитаю вот шампунь-кондиционер и вот этот вот легенький уход, который дает бомбический результат. И, как вы видите, у меня как бы надобность в маске и в масле как таково отпала. Если же, конечно, мои волосы травмированы, как сейчас после Африки или после такого, я, конечно же, прилетела, сразу же сделала хорошую маску. Ну, пару раз использовала масло для укладки, так, знаете, чтобы концы выглядели более такими запечатанными, красивыми. Но, как я сказала, для ежедневного ухода, вот те три продукта, это мой бестселлер. Еще эта марка производит крем для рук, который сейчас мы нанесем. Божественный крем для рук просто. А кремов для рук в другом видео, в другом ролике сейчас не будем, потому что о нем я вам тоже буду рассказывать 10 минут. Вот, но, в общем, я обожаю эту марку, вы уже, наверное, заметили. Вы знаете, что я на своем канале не рекламирую продукты, я категорически не получаю, не беру денег, не принимаю денег от ни от каких брендов. Поэтому многие бренды обижены на меня за это, потому что они как бы заинтересованы в том, чтобы мне заплатить и чтобы я рассказала о их продуктах. Я этого не делаю ни в коем случае, но я с удовольствием рассказываю о тех продуктах, которые мне просто честно нравятся, которые я реально потом покупаю за свои деньги и дарю маме, сестре, подругам и так далее. И последний пунктик в уходе за волосами, особенно в этот вот сложный период года, это вот такие пищевые добавки, витамины, БАДы и так далее, минералы. Я здесь выписала витамины, которые нужны, витамины для состояния ваших волос. Это витамин А, В, С, Д, Е, особенно витамин В, именно один из категорий группы витаминов В, это биотин. Вы все знаете, что капсулы для роста волос, они задерживают много-много биотина, и я сама пробивала несколько курсов. Сразу я эффекты не заметила, но мне кажется, вот в более долгосрочном я заметила, что состояние моих волос улучшилось. Поэтому вот биотин, это то, что все трихологи считают жизненно важным для состояния ваших волос, это железо, цинк и, конечно же, протеин, который очень важен. Протеин, это то, из чего состоит ваш волос. Поэтому для тех из вас, кто, как и я, может быть там веганы, вегетарианцы, кто употребляет мало протеина, я в свое время 7 лет не ела практически вообще протеин. Об этой истории расскажу в другой раз, но, в общем, заботитесь о себе, о своих волосах, о своей коже, о своем здоровье, о своей психике, во первую очередь, о своем спокойствии. Будьте спокойны, будьте счастливы, будьте здоровы, потому что, когда вы спокойны, ваши волосы будут тоже здоровы. Ваши волосы, они очень сильно реагируют на стресс, щитовидка, волосы, и все это начинает сыпаться, просто сыпаться на куски. Поэтому будьте спокойны, будьте счастливы, и, соответственно, будьте красивыми и здоровыми. Целую, до скорой встречи. Сушу я волосы обычно при помощи одного или второго способа. Это вот обычный фен, используя не горячий воздух, а теплый. Либо же это вот такой вот фен вместе с расческой, который я в последнее время очень люблю. Упс! Очень удобная штука, там разные насадки. Я всегда использую вот с самого большого диаметра расческу, и ей очень удобно и сушить, и заодно немного вытягивать, выпрямлять волосы. Она прокручивается в обе стороны. Первые пару раз было как-то так неуклюже ей пользоваться, а потом я быстро и так приловчилась. И сейчас это мне очень удобно, очень быстро. И волосы прям после такой хорошей укладки. В общем, я с удовольствием ее часто пользуюсь. Хотя, когда покупала, думала, что будет просто такое баловство один раз попробовать, и все. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok